Здравствуйте, дорогие телезрители! Итак, сегодня я продолжаю вам рассказывать о лекарственных растениях, которые обладают диуретическими и противоотечными свойствами. Кроме того, сегодня у нас вновь будет рубрика «Мир медицины. Сердечно-сосудистая система», где Ольга Гладкова расскажет нам о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Но прежде поговорим о конкретных лекарственных растениях. И первое растение, о котором мне хотелось бы вам сегодня рассказать, носит название «стальник полевой». Это растение многолетнее, травянистое, с длинным стержневым древянистым корнем. Представитель этого растения семейства бобовых. Стебель прямой, реже восходящий. Ну и также мне хотелось бы сказать, что стебель имеет такую ветвистую форму, опушенный. Ну, чуть более подробно я ботанически охарактеризую это растение, когда мы с вами увидим картинку. Ну, а растение-то можно увидеть, в первую очередь, на лугах. Может расти как одиночно, так и зарослями. И встречаться на лугах, среди кустарников, по берегам рек. Больше всего предпочитает глинистую, известковую или черноземную почву. И мы это растение можем увидеть в европейской части России, на Кавказе и на Алтае. Ну вот давайте. Сейчас мы увидим картинку. Итак, мы видим, что стальник – это растение, которое многолетнее травянистое растение. Листья в большей степени тройчатые. Листочки овальные. Или продолговато-эллиптические, острозубчатые, с обеих сторон, железисто-опушенные. Цветки на коротких цветоножках, по двух пазухах листьев. Образуют на концах стеблей и боковых ветвей густые колоссовидные соцветия. Плод – боб, около 7 мм длиной, с двумя-четырьмя семенами. Вот такое цветение стальника мы можем с вами увидеть в июне-августе месяцы. А семена созревают в июле-августе. Ну и плод, естественно, боб, потому что это представитель семейства бобовых. Если говорить о том, что же является лекарственным сырьем, какая часть растения, то в первую очередь это корни стальника, которые у нас заготавливают осенью, в сентябре-октябре. Обычно выкопанные растения у нас отряхивают от земли, обрезают надземные части и корни промывают в холодной воде. Препараты стальника, которые сейчас используются, они оказывают мочегонное, послабляющее, кардиотоническое, противовоспалительное действие. Кроме того, у стальника есть и кровоостанавливающие свойства, и это надо учитывать. То есть, стальник у нас влияет на свертываемость крови. Принимая препараты из стальника, может понизиться артериальное давление, поэтому стальник можно рекомендовать при гипертонии, и не показано это растение при гипотонии, то есть у людей, у которых давление пониженное. Кроме того, стальник уменьшает проницаемость и ломкость капилляров. В народной медицине настой и отвар корней стальника у нас использовался как диуретическое средство. В первую очередь его использовали для лечения подакры, асцита. Также в некоторых прописях говорили о том, что стальник обладает патагонным действием, и можно его использовать при головной боли и при ревматизме. Стальник иногда используют и в качестве желчегонного средства при мочекаменной болезни, а также при нарушениях функции желудочно-кишечного тракта. Кроме того, стальник у нас обладает обезболивающим и противовоспалительным действием и оказывает гомеостатическое действие. Ну и также стальник у нас используется при диатезе, воспалениях почек и мочевого пузыря, при мочекаменной болезни и нормализации работы кишечника. Готовят иногда настойку из стальника, которая оказывает послабляющее действие, и применяют ее по 40-50 капель три раза в день в течение двух-трех недель. Если говорить о токсичности этого растения, то, если говорить о настойке, то она мало токсична. И обычно лечебные эффекты проявляются на седьмой и десятый день применения стальника. Кроме того, можно самостоятельно приготовить отвар из корней этого растения. Берем на один литр воды 3 столовые ложки корня, кипятим, выпариваем до получения пол-литра отвара. Процеживаем и принимаем, хочу подчеркнуть, по 2-3 столовые ложки. То есть не как чай, а именно рецептура у нас здесь указывается в столовых ложках. Три раза в день и принимать нужно перед едой в течение трех-четырех недель. И так как мы видим, стальник растения, которое у нас используется в качестве послабляющего средства, также оно понижает артериальное давление, уменьшает ломкость капилляров и используется при некоторых других заболеваниях. Ну а вот сейчас здесь у меня находится почечный чай. И вот в составе этого почечного чая окажутся у нас два растения. Это сбор, о которых я сегодня вам буду рассказывать. Во-первых, мне хотелось бы сказать о составе того сбора, который у нас здесь находится. В нем у нас содержится такое растение, как малина, растение толокнянка, также здесь есть подорожник, береза, брусника, крапива, полевой хвощ, хмель и шиповник. И этот сбор можно использовать при пиелонефрите, цистите и мочекаменной болезни. Так вот, как же его использовать? Нужно взять одну чайную ложку сырья, что я сейчас и делаю. Итак, не обязательно брать полную ложку. И теперь нужно добавить один стакан кипятка. И вот этот настой у нас будет настаиваться. В принципе, он уже настоится через 15-30 минут, и мы посмотрим, как поменяется цвет раствора. И его можно использовать при заболеваниях почек и также, как его применяют. Использовать его можно по третьей четверти стакана, три раза в день. И обычно все-таки можно, если у вас есть какие-то негативные реакции на траву, начинать все-таки с меньшей тузы. Не с третьей стакана, не с четверти, а, например, с двух столовых ложек. Либо, как я сделал, я немного уменьшил дозировку. Ну, опять-таки, здесь, так как травы не слабые, поэтому используется чайная ложка. В некоторых сборах, где травы более мягкого действия, используют, например, дозировку столовая ложка сырья. Ну и вот как раз среди этих растений, которые входили в сбор, было такое растение, как толокнянг. И давайте поговорим об этом растении более подробно. Итак, толокнянка. Вот она перед нами. Толокнянка обыкновенная. Второе название этого растения – медвежье ушко. Мы видим, что это вечно зеленый, многолетний, распростертый, ветвистый кустарник, который может достигать высоты 25-130 сантиметров. Растение – это представитель семейства вересковых. Листья у этого растения очередные, темно-зеленые, кожистые, продолговатые, яйцевидные, длиной 12-26 миллиметров, а шириной от 4 до 9 миллиметров. Цветки розоватые, 5-6 миллиметров длиной, собраны короткими верхушечными кистями. Плод – красная, пятисемянная, мучнистая, шаровидная ягода, что мы с вами сейчас и видим. Диаметр которой составляет 6-8 миллиметров. Ну, толокнянка у нас своим цветением может нас радовать в мае, а плодоносит это растение в июле-сентябре. Растение это можно встретить в северной и средней полосе европейской части России, в Западной Сибири, во всех районах Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Ну, как я сказал, второе название этого растения – медвежья ушка. Мы видели, что плод толокнянки – такая красная, ягодоподобная, мучнистая костянка. Ну, и, в принципе, даже вот есть какое-то сходство у толокнянки с брусникой. Даже когда видим во время плодоношения это растение, то действительно сходство определенное имеется. Но, тем не менее, толокнянка у нас отличается от брусники нижней завистью плода и железистыми точечками на нижней стороне листика. Я говорил о том, что вот если говорить о том, какие места предпочитает толокнянка, то это в основном большие зеленые поляны и сосновые и еловые леса северной половины европейской части России. В листьях толокнянки именно листья имеют, ну, скажем так, лекарственное применение, используется в качестве лечебного средства, если говорить более правильно. Так вот, в листьях толокнянки содержится гликозид арбутин, который, в принципе, и определяет диуретическое действие. То есть, как раз это тема нашей программы. Также содержатся и самые различные дубильные вещества. Я вновь хочу напомнить, что дубильные вещества у нас толокнянки могут придать вяжущий вкус. Также в толокнянке у нас содержится галловая кислота. В научной медицине обычно используют отвар из листьев толокнянки. Ну, в первую очередь, вот мы с вами видели, что толокнянка у нас входит в состав сбора, да, который используется при различных заболеваниях почек. Так вот, такой сбор, да, у нас используется, например, при воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей. То есть, как раз в почечный сбор вот эти свойства толокнянки, благодаря ним почечный сбор и приобретает возможность использования при воспалительных заболеваниях почек. Кроме того, очень часто можно слышать рекомендацию больным с сахарным диабетом тоже иногда использовать толокнянку. И особенно толокнянка становится незаменимой для больных с сахарным диабетом, которых еще и нарушены функции почек. Кроме того, отвар можно использовать людям, которые страдают отеками. Причем как отеками, связанными с почками, так и отеками, связанные с сердечно-сосудистой системой. И вот сейчас мы как раз и более подробно и поговорим о заболеваниях сердечно-сосудистой системы в нашей рубрике «Мир медицины. Сердечно-сосудистая система» вместе с Ольгой Гладковой. Мир медицины. Сердечно-сосудистая система. Ревматизм. Итак, здравствуйте, Ольга Николаевна. И сегодня мы продолжаем рассказывать о таком коварном заболевании, как ревматизм, который, мы уже узнали, имеет воспалительную природу. Да. Разговор о ревматизме мы сегодня продолжаем. И на ваш вопрос, действительно ли сердце поражается ревматизмом, да, наверное, люди старшего поколения достаточно часто слышали такую, Я думаю, что ревматизм лижет сердце и гложет суставы. Поэтому соединительная ткань присутствует во многих органах и системах нашего организма. В частности, не только различные слои сердечной мышцы повреждаются при ревматизме, клапанный аппарат тоже повреждается. Точно так же повреждается сосудистая стенка. Да. Может повреждаться и кожные покровы. Ну, то есть там, где существует соединительная ткань, фактически она и разносит эту инфекцию по всему организму при благоприятных условиях. Да. Кочки, легкие. Но на втором месте по поражаемости стоят суставы. Так же может поражаться и нервная система. Сочетания поражений бывают разные. Особенно тяжелые. То есть зависит от того, где микроорганизмы почувствовали себя наиболее благоприятно. Да. Да. Правильно. А вот наиболее тяжелым ревматическим поражением считается поражение всех трех слоев сердечной мышцы. Как внутреннего, среднего, так и наружного. Но данное заболевание сейчас практически в расцветшей яркой картине практически мы не увидим. Потому что и ранее, когда достаточно широко был ревматизм распространен, боролись с его проявлениями, боролись с заболеваемостью. В частности, такими средствами, как весенне-осенней профилактикой, для того, чтобы организм несколько укрепился и при встрече с возбудителем болезни не дал ему возможности обосноваться. То есть здесь можно было, наверное, применять и иммуномодуляторы определенные тоже в том числе? Да. Все общие укрепляющие иммуномодулирующие средства, они, в общем-то, показаны для укрепления организма, для того, чтобы снять вот эту настроенность организма на болезнь. Надо сказать, что в течение ревматическом различают две фазы. Активная фаза и неактивная. То есть активная, наверное, когда болезнь прогрессирует очень сильно, да? Конечно. Это так называемые ревматические атаки или уже последствия произведенных разрушений в организме, которые дают о себе знать. То есть здесь, наверное, все симптомы ярко выражены, да, у активной фазы? Конечно. В результате поражения эндокарда и клапанов развивается, в результате неправильного движения крови внутри сердца, начинаются проявляться сердечные недостаточности признаки. Та же одышка, да, опять? Да. Это все зависит от того, к чему, к какому виду порока привела болезнь. Поражение миокарда ведет к нарастающей сердечной недостаточности. Перикард в зависимости от вида перикардита, да, создает, опять же, разные проявления, но все равно нарушает нормальную деятельность сердца. Какие бы ни были изменения из этих всех трех, мы получим изменения лабораторных данных, рентгенологических данных, электрокардиографических данных, которые будут проявляться в нарушении ритма проводимости. Сердечная недостаточность – вещь, требующая достаточно пристального и длительного лечения. Спасибо, Ольга Николаевна. До свидания. Итак, мы узнали много нового, а сейчас продолжим говорить о толокнянке. Ну, мы видели, что толокнянка у нас входит в состав сборов, да? И действительно, у толокнянки хорошая сочетаемость с другими лекарственными растениями. Особенно часто можно видеть использование толокнянки и пустырника вместе. В первую очередь, такой сбор, который содержит толокнянку и пустырник, можно использовать при заболеваниях центральной нервной системы. В народной медицине толокнянку у нас также используют при ревматизме, маточных кровотечениях, простуде, астме, заболеваниях почек, желудка и так далее. Листья толокнянки собирают до или в начале цветения. То есть, вот видите, какая разница. Если очень многие растения мы как раз собираем во время цветения, то листья толокнянки либо до, либо в самом начале цветения. И обычно сушат и хранят в бумажной упаковке. И срок годности этого растения достаточно большой. Он составляет около пяти лет. К сожалению, растения тоже к широко распространенному в последнее время не всегда можно отнести. Поэтому, конечно, нужно учитывать уменьшение его запасов. Кроме того, например, в некоторых странах, как Литва, возможна рекультивация зарослей толокнянки, которые используются в некоторых лесных зонах Литвы. Ну и давайте вновь обратим внимание на это растение, как я говорил, чем-то напоминающее бруснику, имеющее название медвежьи ушки. И еще раз я хочу повторить, что препараты растения оказывают мочегонное антисептическое действие. Главным образом в мочеводелительной системе. Антисептическое действие обусловлено гидрохинином, который образуется в организме при гидролизе, арбутина и выделяющемся с мочой. Также оказывается дезинфицирующее действие, благодаря чему мочевые пути как бы отмываются от продуктов воспаления и, соответственно, обеззараживаются. Ну а если говорить о том, как же готовят отвар толокнянки, то обычно используют следующее. Но вот единственный недостаток толокнянки, мне кажется, это неприятный вкус. Конечно, в сборе, наверное, этот вкус так сильно не чувствуется. Но если мы говорим о тваре, то, конечно, вот горьковатый вкус будет. Обычно используют 5 грамм листьев, берут на 100 миллилитров воды. Листья измельчают для того, чтобы они как можно больше отдавали полезных веществ воде. И заливают водой комнатной температуры и кипятят в течение 15-30 минут. Затем процеживают и хранят в прохладном месте. Ну а настой толокнянки готовят так же, как и отвар, но заливают кипящей водой и кипятят 5-10 минут. И настаивают в течение 40 минут. Ну и опять-таки я бы призвал начинать сначала лечение с небольших доз. А следующее растение, о котором мне хотелось бы вам рассказать, можно назвать и космополитом, потому что растение достаточно распространенное. Это хвощ полевой. Вот это растение перед вами. Итак, хвощ. Хвощ тоже у нас относится к лекарственным растениям. Обладает множеством самых разнообразных свойств. Ну а в принципе мы с вами хвощ знаем как чрезвычайно навязчивый сорняк, который распространен на кислых и глинистых почвах. Давайте посмотрим. Эти летние побеги напоминают зеленые елочки с направленными вверх довольно прочными четырехгранными веточками. Ну и в отличие от других хвощей, полевой хвощ никогда не несет на стебле спороносных колосков. У этого хвоща весной образуются специальные спороносные побеги. Они не ветвистые, розовато-бежие, сочные, как с черноватыми зубчиками вокруг основания. Ну и у молодого колоска они плотно сомкнуты, а у старого приподнимаются на небольших ножках. Такие стебельки, в народе их еще называют пестиками, появляются в мае-июне месяце. Вот еще одна из картинок, которую у нас характеризует хвощ. Пестики хвоща съедобны, и их очень часто едят сырыми, жарят и даже варят. И что хотелось бы сказать, что они обладают достаточно высокими вкусовыми качествами. Но появляются они только в тех местах, где хвощ себя чувствует вольготно. Поэтому, конечно, если вы регулярно, например, хвощ у вас, например, на дачном участке являются сорняком, и вы регулярно перекапываете огород, то их можно и не увидеть. Если говорить о хвоще, то он относится к корне отпрысковым сорнякам, то есть хвощ можно размножить кусочками корневища. Оно у хвоща тонкое, прочное, черное или темно-коричневое. И залегает на глубине до 60 сантиметров. Для того, чтобы искоренить хвощ, если вам это нужно, вы должны выбрать все кусочки корневища. Потому что каждый оставшийся кусочек вновь способен дать целое растение. Кроме того, хвощ у нас предпочитает кислые почвы. Поэтому известкование тоже у нас снизит количество хвоща. Ну и как мы видим, хвощ, конечно, уничтожить достаточно трудно. Поэтому нужно научиться использовать его полезные свойства. В качестве лекарственного сырья у нас часто используется трава-хвоща. Так вот, трава-хвоща у нас содержит достаточно большое количество биологически активных веществ. И среди них сапонины, флавоноиды, алкалоиды, аскорбиновая кислота и другие органические кислоты, жирное масло, дубильные вещества. Но наиболее ценными в химическом составе хвоща являются все-таки минеральные вещества. В частности, в хвоще содержится кремниевая кислота, которая находится, что главное, в форме растворимых соединений. Кремний, конечно, элемент, который в природе достаточно распространен. Но, тем не менее, кремний очень сложно усваивается живыми организмами. Это связано с тем, что кремний у нас часто находится в нерастворимом состоянии, ну, вообще, в плохо усвояемом для организма состоянии, либо полностью неусвояемом. Так вот, например, тот же песок, он совершенно не усваивается организмом, который содержит у нас кремний. Между тем, оказывается, что у такого вещества, как кремний, которого мы часто пренебрегаем, тоже есть ряд полезных свойств. В частности, он необходим для построения скелета, деятельности слизистых оболочек, соединительной ткани. Ну, например, когда в организме присутствует кремний, естественно, в количествах небольших, потому что увеличение концентрации, например, кремния в крови тоже очень вредно для организма. Так вот, раны заживают быстрее, и повреждения также. Кроме того, кремний необходим для стенок сосудов и роста волос. Вот у нас как раз в настое тоже содержится хвощ полевой, вот, и тоже настои содержат определенное количество кремния. В моче кремниевые соединения образуют защитные коллоиды, которые препятствуют образованию почечных камней. Кроме того, соединения кремния способны выводить из организма свинец и другие тяжелые металлы. И поэтому хвощ у нас один из очень редких источников кремния, которые, соединения кремния, которые находятся в хвоще, еще раз напомню, они относительно неплохо усваиваются организмом. Ну, конечно же, это не значит, что вот после моего рассказа вы должны употреблять большое количество хвоща или кремния. Я еще раз повторю, что кремния нужен в очень скромных количествах, и передозировка очень вредна. Кроме того, оказывается, хвощ еще использует и косметическая промышленность. Действительно, если вы посмотрите, например, на некоторые шампуни, кремы и лосьоны, то в составе некоторых из них вы можете обнаружить, например, хвощ-полевой его экстракт. Дело в том, что у хвоща есть такие свойства, как укреплять волосы и придавать им блеск и элегантность. Поэтому, если у вас есть проблемы с волосами, используйте полевой хвощ. Кроме того, хвощ можно использовать не только в медицине и косметике, но и в домашнем хозяйстве. Если бы мы с вами попробовали перевести хвощ-полевой с немецкого языка, то оказалось бы, что его называют оловянной травой. Это связано с тем, что хвощ обладает большой жесткостью. И его ребрышки, которые пропитаны кремниевой кислотой, оставляют царапины, даже иногда и на металле. Большая кислотность хвоща способствует растворению окислов и жиров. Поэтому хвощ, оказывается, использовали для чистки посуды. Особенно метный и оловянный. Отсюда и произошло название хвоща. Оловянная трава. Ну, давайте теперь более подробно поговорим о лекарственных свойствах хвоща полевого. Хвощ у нас особенно эффективен при заболеваниях почек. Поэтому как раз в составе нашего сбора хвощ и присутствует. Кроме того, хвощ у нас при заболеваниях почек действует как мочегонное средство, а также хвощ можно тоже использовать при отеках с сердечной недостаточностью. При заболеваниях, вот если мы вновь вернемся к хвощу, так вот, при заболеваниях мочевыводящих путей хвощ часто назначают одновременно с толокнянкой и другими растениями. Вот можно опять вернуться у нас к картинке. И, как мы видим, толокнянка и хвощ очень хорошо сочетаем. Поэтому хвощ мы и используем с растениями, которые обладают мочегонными и противовоспалительными свойствами. Но нужно помнить и другое, что хвощ у нас нельзя назначать при воспалительных заболеваниях уже самих почек. Он может вызвать их раздражение, либо ухудшение общего состояния. А в древности хвощ у нас применялся как кровоостанавливающее средство. И также всем было давно известно ранозаживляющие свойства хвоща. Поэтому он использовался в виде компрессов и промываний. При приготовлении отвара из хвоща нужно учитывать такую вещь, что кремниевая кислота у нас достаточно сложно переходит в раствор. Поэтому хвощ, если мы готовим один только хвощ, нужно готовить дольше, чем другие растения. Если мы хотим с вами приготовить отвар, мы должны взять 4 столовых ложки хвоща. Если говорить о концентрации, то это будет где-то 20 грамм сухого сырья на 1 стакан кипятка. Хотя некоторые все-таки рекомендуют брать меньшую дозировку хвоща, 1-2 столовые ложки. Так вот, мы должны прокипятить все на водяной бане под крышкой в течение 30 минут. И дать еще 10 минут постоять. Затем это все процедить и отжать. Ну и нужно долить воды до 200 миллилитров. И потом принимать это все по треть стакана через час после этой. Но опять-таки, я повторюсь, лучше, наверное, начать с небольших доз хвоща. То есть начать с пол столовой ложки, с одной столовой ложки. И посмотреть, какая у вас будет реакция организма. Конечно, вот если мы говорим о нашем настое, то так как он содержится в смеси, то, безусловно, не очень большое количество кремниевой кислоты у нас перешло в раствор. Потому что мы кипячение с вами не использовали. Но так как у нас все-таки растений много, поэтому не все растения у нас используются в виде отваров. Ну, а лекарственным сырьем, конечно же, у нас являются зеленые вегетативные побеги хвоща, которые можно вновь посмотреть на них, которые заготавливаются по мере их появления. То есть с мая до осени. Помните, что хвощ быстро сохнет, но уложенный слишком толстым слоем легко загнивает. Побеги срезают у поверхности земли и сушат при температуре не выше 40-50 градусов. А срок годности хвоща у нас составляет 4 года. Ну, а следующее растение, о котором мне хотелось бы вам рассказать, это череда. Череда трехраздельных. Ну, этому растению даже посвящены стихи, в частности, например, «Черемуховыми снами, с колючей бородой, бредешь, покрытый репьями, утыканной чередой, над травами над водою прибудет душа жива, протянутся чередою навязчивые слова». Ну, это отрывок из стихотворения Александра Седова «Череда». Очереда – это растение влажных мест, любит стоять прямо, в воде мелких лужиц, придорожных канав, деревенских прудиков и других теплых мелких водоемов. При недостатке влаги она может расти, но уже будет из себя представлять такую карикатуру на нормальное растение. 3-5 сантиметров роста и с одной-двумя парами листьев. Ну, тем не менее, череда растений у нас однолетняя, с прямыми, прочным, ветвистым стеблем. Листья трех, иногда пятираздельные, супротивные, на коротких черешках. Ветви в пазухах листьев всегда подвы. Края листа с крупными, неправильными, пильчатыми зубцами. Края листа, кроме того, цветочные корзинки череды, у нас одиночные на концах стебля и боковых веточек. Обертка двойная, наружная, обычно из 5-8 листочков. Ну, и если говорить о распространении этого растения, то произрастает она в основном на мокрых лугах и в качестве сорняка рядом с ручьями. То есть мы видим, растение у нас влаголюбивое. Кроме того, мы можем встретить ее по всей европейской части России, кроме Крайнего Севера, также Западной Сибири. Ну, и также в медицине у нас употребляется смесь листьев. Мы вновь, кстати говоря, видим наш сбор, который уже скоро будет готов. Я хочу повторить, что для его настаивания достаточно 20-30 минут. Ну, а если мы вновь вернемся к череде, то в медицине употребляют смесь листьев череды и около лиственных верхушек, которые собирают в начале цветения. В траве найдены эфирное масло, дубильные горькие вещества, аскорбиновая кислота, каротин, пигменты, марганец, который способен переходить в водные извлечения. Череда у нас обладает мочегонным и патагонным действием. Улучшает пищеварение и нормализует нарушенный обмен веществ в организме. Кроме того, конечно же, череда достаточно распространенная лекарственное растение, если говорить об ее использовании. И если говорить о лечебных свойствах череды, наверное, и определенные значения у нас играют такое вещество, как марганец, микроэлемент, а также наличие определенных витаминов. Если мы вновь вернемся к картинке, то мне хотелось бы сказать, что в эксперименте настойка череды при внутреннем введении обладает успокаивающими свойствами, снижает артериальное давление, увеличивает амплитуду сердечных сокращений. Можно использовать смесь травы череды и листьев брусники, которые можно опять-таки заменить толокнянкой. И этот сбор будет у нас улучшать обмен веществ, особенно в детской практике, при приготовлении лечебных ванн, при различных диатезах, сопровождающихся сыпью, типа крапивницы и нейродермита. Сама череда относится к старинным лекарственным средствам. Раньше называли это растение золотушной травой. Иногда использовалось название двузубец. Так вот, это растение уже по названию издавна использовалось для лечения золотухи. А также подагры, фурункулезы и других заболеваний. Кроме того, череду использовали в качестве мочеконного и патагонного средства. Применялась она в виде настоя. Обычно использовали 7 грамм череды на стакан кипящей воды и применяли по треть стакана 3 раза в день. Кроме того, часто использовали, как я уже говорил, смесь череды с брусникой, либо, если нет брусники, заменяли толокнянкой, о которой мы уже с вами говорили. И брали в равных частях по столовой ложке на 2 стакана кипятка, либо, если вы хотите, стакан кипятка по пол столовой ложки, и настаивали в течение часа. И принимали по четверть стакана 3, иногда 4 раза в день. Опять-таки, я говорю, что можно начинать и с более маленькой дозировки. Кроме того, в Смоленском медицинском институте были получены положительные сведения о череде, в частности, от использования спиртового экстракта череды внутрь и в виде мази при псориазе. И, кроме того, не было обнаружено отрицательных влияний на организм больных. Трава череды иногда используется и в виде витаминного средства, а также при болезнях легких, язвенных процессах на коже и колитах. Ну и вновь возвращаясь к этому растению, мне хотелось бы отметить, что также можно и культивировать череду. Разведение череды у нас не представляет особых трудностей. Ее легко собирать осенью. Череда часто встречается по сорным местам, где ее характерные семянки при созревании соцветия, которые становятся похожи на колючие шарики, цепляются за одежду. Помните, что для череды нужно выбрать светлое место, глубоко перекопать почву, ввести компост и полное минеральное удобрение. И посев череды нужно проводить только под зиму, поскольку она нуждается в обязательной стратификации. Обязательное условие для прорастания семян череды – это свет. Поэтому посевы мы с вами засыпать не должны. И расстояние между рядками должно быть около 40 сантиметров. Всходы череды появляются после одной-двух недель после таяния снега. Первое время растет череда медленно, требует прополки. Ну, а затем растение растет более быстро. Но помните, вы должны позаботиться о повышенной влажности для череды. Ну, и еще раз повторю, что, конечно же, череда у нас используется очень часто наружно, для компрессов, примочек и ванн. Многие считают череду эффективным противоаллергическим средством. И поэтому даже иногда добавляют сборы, чтобы снизить аллергическую реакцию. И, конечно, череда еще и незаменима в детской практике. Поэтому, безусловно, череда растений достаточно популярная. Ну, а если говорить о сырье череды, то являются концы побегов с листьями и отдельные листья, собранные во время бутонизации. Длина заготавливаемых веточек должна быть не более 15 сантиметров. И об этом надо помнить. А побеги у нас начинают срезать, как только цветы у нас становятся хорошо заметны. При этом не ждут того, чтобы цветы распускались. То есть, можно уже во время бутонизации срывать растения. В самом крайнем случае, я еще раз повторюсь, растения срывают в начале цветения. Считается, что лучше всего действует трава, собранная в год применения. А срок хранения череды два года. То есть, уже на второй год лекарственные свойства череды ослабевают. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. В следующий раз я вновь продолжу рассказывать о лекарственных растениях. И вновь у нас будет рубрика «Мир медицины» с Ольгой Гладковой, которая расскажет нам о сердечно-сосудистых заболеваниях. До свидания!